друзья приветствую вас всех на своем youtube канале в этом видео вы увидите мои встречи с бобрами на подводной охоте плавая на реке уршак это малая река в башкирии и здесь постоянно водится бобры вот замечаю первого бобра видите да такой крупный бобер в принципе заныриваю смотрю нет ли больше еще бобров начинаю выныривать оказывается он там то ли ветку то ли коряжку нашел и хочет походу перенести на другой берег вот смотрите какой бурный всплеск от него да я сразу же плыл очень настороженно после этого а вот в этом эпизоде я выныриваю и смотрю что-то не так как будто что-то переди меня плавало оказывается там был ну просто огромный бобер уплываю и смотрю вот он давайте посмотрим еще раз но я конечно же опускаю ружье вниз фонарем сразу пристально начинаю глядеть это моя охота происходит на реке белая я честно говоря думал что тут сазан все мутит а здесь оказывается бобер так близко я еще с бобрами на белый не встречался да вот он во всей красе прям подо мной просто плавает можно сказать его спокойно поснимал и поплыл дальше но на самом деле я встречался конечно с бобрами намного чаще и попадались они бывало мне примерно так же может немного подальше что же делать когда вы видите бобра то есть самое главное не суетитесь успокойтесь смотрите за ним куда он плывет если он плывет на вас можете посвятить фонариком если это дневная охота просто но направьте ружье стрелять конечно это самый последний ваш выбор если даже он плывет можно его и ружьем ткнуть у меня были такие моменты конечно не снимал что бобер прям возле меня вот ну прямо на меня плывет его ткнул ружьем он как бы ушел в сторону но есть и много нападений конечно бобров самое главное если увидите как бы контролируйте его в принципе я встречал много бобров на подводной охоте бывало плывешь думаешь вому днях блин сазан точно сто процентов как он пруду или на реке раз идешь идешь по следу хоп голову выныриваешь а там поворачиваешь налево смотришь а там блин бобрину такая вот с такой харей потом смотришь влево вправо думаю чтобы он не напал или что-то такое были случаи еще товарищи владимир который на реке дёма просто сел на берег и там прямо на бобра представляете бобер как из-под него даун там чуть не перевернулся это как бы реально непридуманные факты но ничего не прогрыз не укусил вроде ну есть конечно факты о нападениях но самое главное мне кажется бобры тоже чувствуют когда подводный охотник начинает суетиться то есть нервно смотрит на него нужно расслабиться спокойно проводить бобра чтобы натур от вас если он возле вас плавает то контролируйте конечно взглядом а так я вот я и аксакал в принципе бобров просто тучи встречали тем более аксакал с булгаку он там на ушаке вырос на этом как бы или там это малая речка башкирии как я уже повторился видео там мы просто навалом бобров там на каждом шагоне плавают поэтому не старайтесь сразу стрелять в них старайтесь просто спокойно посмотреть успокоиться и аккуратно взглядом проводить бобра пусть он плывет дальше еще если вы видите норы бобра хотел тоже об этом сказать вам как бы не плавайте близко с ними уходите сразу в сторону аккуратненько бобер еще может реагировать на ваши ласты то есть это касается тех кто гребет ластами поверху шлепая то есть когда вы видите бобра даже если вы не умеете правильно гребсти старайтесь сразу полностью утопить ласты то есть аккуратно может даже замереть легко плыть потому что бобер может это воспринять как удар хвостом как бы жест такой и напасть сами же видели они когда начинают опасаться или видят подводных охотников жестко бьют хвостом по воде поэтому вот этот момент мне тоже кажется ключевой ну по крайней мере я встречал наверное ну бобров 20 точно за свою подводную охоту то есть не все я снимал просто не все оставалось что-то удалял не оставлял как бы и поэтому решил сделать такой видеоролик и особенно начинающие подводные охотники мне не постоянно задают вопросы спрашивают ребят самое главное не суетитесь спокойно уйдите от этого места тем более от нор где норы бобра есть где есть завалы вот эти коряжники тоже смотрите за ними рудах если мутники идут это не обязательно сазан вот так в принципе вроде все сказал поэтому будьте аккуратны будьте бдительны всем трофеев и чистой воды друзья если вам понравилось видео подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите кстати комментарии кто где как встречался с бобром если на кого-то нападали тоже напишите что вы делали может еще какие то есть способы всем хорошей охоты друзья